Валерия Королёва Тверская областная клиническая больница одна из первых начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе и с тяжелым течением этой болезни. История спасения жителей Тверской области со стопроцентным поражением легких облетела все российские СМИ. Сегодня у нас в ГАЗях те, благодаря кому больные, переносащие COVID-19 в тяжелой форме, в буквальной степени выходят из больницы на своих ногах. Это Максим Александрович Петрушин, руководитель службы анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области. Здравствуйте. И Наталья Григорьевна Павлюк, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом областной клинической больницы, главный внештатный специалист Минздрава Тверской области по управлению сестринской деятельностью. Добрый день. Максим Александрович, вам первый вопрос. Вы на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией в самых первых дней. Помните первых возраженных, которые к вам вступили? Валерия, добрый день. Да, конечно, помним. Первого пациента наш инфекционный госпиталь принял в ночь с 9 на 10 апреля. Мы хорошо помним эту ночь, такая, можно сказать, краеугольная ночь. Причем уже на тот момент открыл 6-я городская больница, и мы думали, что у нас будет, наверное, месяц, а счет пошел на какие-то считанные дни. И ночью начали поступать пациенты, причем в тяжелом состоянии. Всех этих пациентов мы помним, и помним первых спасенных пациентов, причем мы даже помним все их фамилии. И вот они у нас в памяти перед глазами все стоят. Как вообще организована работа персонала инфекционного госпиталя? Ну, работа инфекционного госпиталя, она несколько отличается от привычной работы в обычных отделениях, обычных клиник. Чем существенная разница? То, что есть разграничение на чистую зону, где мы можем находиться, как мы с вами, только соблюдением масочного режима. И есть так называемая красная зона, где находятся пациенты. Это так называемая, почему красная зона? Потому что это зона высокой вирусной нагрузки. Особенно если пациенты находятся в реанимации, там проводится не инвазивная вентиляция легких, а это так называемая аэрозоль генерирующей процедуры, за счет которой облако аэрозоли с частями вируса SARS-CoV-2 находится вокруг пациента и представляет огромнейшую опасность для персонала, на чем мы могли убедиться по данным, например, наших итальянских коллег. Поэтому в зеленой зоне мы находимся в обычной одежде, а в красной зоне одеваем средства индивидуальной защиты согласно санитарным нормам. Это люди переодеваются в так называемые костюмы космонавтов, это костюм защитный, типа Тайвик, все заметили эти белые костюмы, это специальные респираторы, FFP2, либо FFP3, в зависимости от того, где врач находится, или там медицинская сестра, защитные очки, обязательно две пары перчаток. Это, конечно, абсолютно невентилируемая одежда, которая очень тяжело дышать, начинает потеть очки, респиратор начинает запотевать, и через какое-то время человек может просто, особенно в жару, боли, моменты, когда люди теряли сознание от перегревания, но зато зимой, наоборот, тепло, хорошо. У вас в таких условиях вы работаете какой-то определенный промежуток времени? Мы изначально, когда был особенно дефицит средств защиты, мы же понимаем, что пандемия, она пришла сразу и в Европу, и в Азию, и поставки средств защиты были прекращены до того момента, как наша промышленность начала выпускаться и наладила все производства. Поэтому мы старались как можно больше экономить средства защиты и как можно дольше находиться в красной зоне. Это было у нас врачей по 8 и 12 часов находились, именно врачи-реаниматологи, которые работали с тяжелыми пациентами. Сейчас мы понимаем, что больше 6 часов человеку просто КПД падает, и там же работа направлена на эффективность. Ты там находишься, не сидишь на диване, не лежишь, чай не посмотришь, в туалет не сходишь. А тут прямо направлена на эффективность, поэтому смены 6-часовые стали делать, потом врачи меняются. И потом заново заходят. Наталья Григорьевна, огромная нагрузка легла и на плечи среднего медицинского персонала. Как строятся их деньги, какие они функции выполняют, в частности, и в реанимации? У нас в больнице работает свыше 200 медицинских сестер и младшего медперсонала. Про них тоже не надо забывать. Они выполняют огромный отрезок работы в госпиталях. Чем отличаются? Тем, что вот сейчас Максим Александрович сказал, что работают в красной зоне, работают по 6-8 часов. Те же СИЗы на них, так же тяжело работать. Но со временем все привыкли. Вначале было очень сложно, тяжело, а потом еще наступил летний период. Дни были очень жаркие. Действительно, Максим Александрович сказал, что люди даже теряли сознание, потому что очень было сложно и тяжело. Но вот до 9 апреля была, конечно, сделана колоссальная работа. Это надо было открыть эти госпиталя. Надо было понимать, как они будут работать. Надо было создать условия и для отдыха сотрудников, и кормления, и раздевалки, и переодевания. И обработка вот этих костюмов. И также надо не забывать, что пациенты приезжали, мы их одежду также прожаривали. То есть отправляли в ДЭС-камеру пациентов. При выписке мы обязаны были помыть, то есть принимали они душ. Одевали вот эту прожаренную одежду. Поэтому это вот большой цикл питания этих пациентов. Это очень огромная была работа проведена, потому что разливать там, допустим, пищу какую-то или там компот в госпитале просто невозможно. Поэтому мы должны были решить проблему. Это одноразовые ланчбоксы. Это надо было людей привлечь для того, чтобы этих ланчбоксов разложить эту пищу, чтобы подать это. То есть предварительно была сделана огромная-огромная работа. Надо было понимать, сколько нам нужно СИЗов, сколько надо масок, сколько надо респираторов. Все это мы просчитывали в Минздраве. Вот мы, как главные специалисты, все это просчитывали, собирали эти сведения для того, чтобы нашим сотрудникам все-таки мы их могли защитить. – Максим Александрович, немного о статистике. Для сравнения, сколько функционирует в реанимации коек сейчас, да, и вот, допустим, в декабре-январе, когда количество заболевших было выше? – Сейчас, извините, что Наталья Григорьевна говорила, я что-то вспомнил. Это как будто это вчера было, как мы все это порассчитывали, собирались, до ночи находились на работе. Но по статистике мы сейчас видим, что так называемая вторая волна, она идет на спад. И, наверное, такой кривоугольный показатель – это количество тяжелых пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии. На данный момент, вот на сегодня 35 человек у нас находятся в отделении. А в максимум, в пикую нагрузку у нас было развернуто до 60 коек реанимации. Если так, ну, чтобы понимали, там, думаю, там, 20-30 коек реанимации – это, как бы, такое, ну, зона тяжелого оборудования, это зона тяжелых пациентов, у которых, на самом деле, во всей области, ну, единичный, там, товар. И если так, для сравнения, до пандемии в Тверской области вообще было 120 коек реанимационных, и в областной клинической больнице было всего лишь 24 койки, мы развернули во время пандемии до 60 коек реанимации. Причем не просто развернули, они были полностью оснащены, полностью укомплектованы персоналом, оборудованием, согласно порядку оказания помощи. А как долго пациенты с тяжелой формой коронавируса находятся в реанимации? Они же каждый разный, да, количество времени? Ну, конечно, каждый пациент по-разному переносит, мы все индивидуальные, там, мы сейчас понимаем, что есть различные, как бы, так называемые фенотипы течения болезни. Средний пациент в отделении интенсивной терапии находится, ну, порядка 10-14 суток. Когда он стабилизируется, мы понимаем, что ему не требуется какая-то кислородная поддержка, такая тяжелая, не инвазивная вентиляция легких, он переводится уже в линейное отделение, это терапевтические отделения. У нас были, конечно, свои рекорды, у нас была пациентка, которая находила 140 суток в отделении реанимации, это, конечно, такой, ну, уникальный случай, не только для нас, но и для всей страны, потому что такие случаи, они единичные, на самом деле, к сожалению. Ну, вот я сегодня с ней созвонился, она, если она меня слышит, ей передаю привет и родственникам, огромное спасибо всем, потому что такая, ну, семья, конечно, я поддерживала. Анатолия Григорьевна, а Вы помните свой первый шаг в красную зону? Как вообще Ваши родные и близкие, да, отнеслись к такому решению? Я понимаю, что это вопрос, который часто задают, но все же, это... Вы знаете... А сейчас мы, да, понимаем, что... Да. А год назад... Знаете, самое сложное, что было? Это сложное было отправлять людей, своих коллег в неизвестность. Это было самое сложное, потому что, ну, чего греха таить? Был и страх, и истерики, и все было. Слезы. И слезы, да, потому что у всех есть дети, у всех есть бабушки, дедушки. И потом было, действительно, люди боялись, потому что, ну, по СМИ было такое, вот, ну, неизвестность была. И отправлять людей туда, а надо было все равно собирать коллективы, надо было открывать. Вот мы вначале открыли два госпиталя, один госпиталь открыли, через пять дней просто мы за пять дней переделали гематологическое отделение, открыли еще один госпиталь. Прошло какое-то время, больных везли, мы поликлинику открыли. И представляете, сколько надо было среднего персонала, врачей, чтобы приемное отделение работало, чтобы линейное отделение, реанимация. А реанимации на одного больного, на трех больных должно быть две медсестры. Это сколько надо было людей собрать. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, далее продолжим нашу беседу. Это программа «Тема дня». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, наш номер 3190. Мы продолжаем обсуждать, как оказывается помощь коронавирусным больным в Тверской области, в частности, тяжелым. У нас в гостях Максим Александрович Петрушин, руководитель службы анестезиологии и реанимации Тверской ОКБ. И Наталья Григорьевна Павлюк, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом областной клинической больницы. Именно на врачей легла такая огромная ответственность. Они на передовой с самых первых дней. Наталья Григорьевна, перед выходом на рекламу я вам вопрос задала, да? Помните ли вы свои первые шаги в красную зону и как окружающие вас люди к этому отнеслись? Ой, я смутно помню, потому что, конечно, подготовка была очень тяжелая. Мы работали без выходных до ночи. И вот не пойти туда просто не было такого морального права, потому что отправляю туда своих коллег, своих сестер. Я должна была находиться с ними. И я до сих пор с ними хожу туда. И выходные мы туда ходим, проверяем, поддерживаем. Не только проверяем. Каждые выходные. Не только проверяем их работу. А просто с людьми надо говорить. Они морально уже уставшие, без отпусков. Поэтому на все и житейские темы мы говорим, поддерживаем как могу. Ну и просто я не имею права не ходить туда. Помню ли я этот день? Ну, честно говоря, нет. Сказали, пойдем. И пошли. Так же переоделись, так же пошли. Испытали на себя все эти костюмы. Ну, честно говоря, сейчас-то мы ходим уже привыкли. А первое время было тяжело. Потому что обходы наши 4-5 часов были. Это не час и не 2 часа, а по 4-5 часов ходили. Поэтому так же было тяжело. Посмотреть всех пациентов. А помните, вы начали одеваться по 20 минут? Да, сейчас мы очень быстро одеваемся. Мне кажется, минуты. А сколько времени уходит, чтобы облачиться в этот костюм? По-разному. В зависимости от сноровки. Так обычно, если... У нас есть помощники, которые проверяют, девочки, которые нас проверяют, одевают. Так просто не выпустят, пока не заклеют нас. В начале приходишь, расписываешься, ознакомишься с правилами техники безопасности, одеваешь СИЗ, тебя проверяют, что ты полностью герметичен. И после этого только выпускают в буферную зону. А обратно мы выходим точно так же, мы снимаем все по правилам, обливаем себя хлоркой. Также все снимаем по правилам. Висят таблицы, как мы должны, напоминания, как мы должны правильно снять. Потом идем, моемся, опять одеваемся, опять одеваем маски, выходим уже в чистый зон. Опять расписываемся. Опять расписываемся. Запах хлорки, мне кажется, самый привычный запах за 2020 год. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Наверное, хотелось бы сегодня обратиться ко всем медикам, которые в том числе и работают в ВКБ, и сказать слова благодарности и глубокого уважения ко всем специалистам, которые борются в период пандемии за жизнь всех, кто к ним, скажем так, приезжает лечиться. А сказать большое спасибо, пожелать, конечно, крепкого здоровья, сил еще, выдержки. И в этой связи еще хотелось бы задать один вопрос. Как вы считаете, сколько нам еще терпеть эту пандемию, это раз? И были ли в истории вашей работы какие-нибудь чудесные случаи исцеления, когда вот, ну, прямо вот думаешь, ну, только, наверное, разве что только Бог уже помог. Ну, что-то такое из ряда в БОН выходящее, чему даже вот не сразу и поверишь. Спасибо. 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 Я хочу вот еще добавить, ведь у нас мы не только лечим коронавирус, но и сопутствующий диагноз, который пациенты ведь поступают и с инфарктами, и рожают. Кстати, у нас 29 детишек родилось в отделении. У нас целый блок хирургический, где мы и оперируем, и наши сестры оперируют, врачи оперируют. Эндоскопические манипуляции делаем, то есть компьютерную томографию, то есть МРТ-аппарат большой, ну, стоит у нас там. Поэтому все сопутствующие диагнозы мы тоже лечим, и доктора у нас, и хирурги работают, все в специальности работают. Но вот когда рождается там ребенок, это, ну, такое событие всегда для отделения, для наших сотрудников. Это счастье, это счастье. Это такой вот позитив такой, всегда к этому относятся очень позитивно, радуются. Вот, конечно, мы ребеночка сразу отдаем в чистую зону, чтобы он не заразился, а мамочки у нас все лежат и выходят здоровыми. Ну, наверное, Максим Александрович расскажет о таком уникальном случае, Максим Александрович, обязательно надо рассказать. Да, наверное, тут вопрос по поводу, когда закончится пандемия. Я думал, Александр Сергеевич Раздорский, неоднократный гость в вашей студии, он говорил тоже, как эпидемиолог. Мы понимаем, что мы сейчас подходим к концу второй волны, что будет дальше пока неизвестно. Ну, наша задача сейчас, конечно, это сформировать какой-то коллективный иммунитет. Это как, причем я понимаю, к сожалению, что сейчас в обществе есть какая-то стадия непринятия вакцинации, к сожалению. Но это как вот масочный режим. Вначале все тоже говорили, зачем эти маски, они не защищают. А сейчас маска уже стала на самом деле нормой жизни. Так, наверное, и про вакцинацию. Вакцина – это та необходимая мера, та необходимая модальность, которая нам сейчас нужна. Причем массовая вакцинация, если вы посмотрите по данным CDC, это американский Роспотребнадзор. На сегодняшний день в Америке появилось больше 60 миллионов человек первой дозой. В России, как бы в Тверской области, я понимаю, что у нас пока меньше 100 тысяч, к сожалению. Но это, конечно, цифры, они на самом деле удручают. Пока мы не сформируем вот эту иммунную прослойку защищенных людей, нагрузка, эпидемия, она не остановится. Эпидемии, они не проходят за месяц, за два, за три. Это вопрос какого-то времени. Поэтому я вот всех призываю к вакцинации. Я как человек, ну, первый привившийся, скажу, что это абсолютно безопасно, и ничего у меня там не выросло, не отвалилось. Прекрасно она переносится, поэтому, пожалуйста, берегите себя и своих близких. А по поводу чудесных каких-то случаев, конечно, они есть. Понятно, что болезнь, она новая, малоизученная. Мы лечим согласно временным методическим рекомендациям, которые за этот год, их уже 10 версий, изменилось. И понятно, что ученые ни на минуту не прекращают поиск новых лекарств. Есть там, зайти на специальные сайты, там порядка трех тысяч новых лекарств сейчас разрабатываются от коронавирусной инфекции. Все они проходят в стадии клинического исследования. И поэтому все, очень много пациентов, которые находились на искусственной вентиляции легких, особенно долго, да, они излечивались у нас и выходили, это, конечно, победа. Ну, последняя, это девушка в послеродовом периоде, она была экстренно, рода разрешена у нас в операционной. Потом тотальное поражение легочной ткани. У меня здесь не могу картинки компьютерной томографии показать, там легких на КТ вообще не было. И подсоединили аппарат ЭКМА, такой аппарат, который замещает функцию легких. И вот 14 суток на ЭКМА, и вот мы делали репортаж, когда она вышла домой, выписана домой на своих ногах. Это надо понимать, что ее тяжесть настолько была тяжелой, что даже использование ЭКМА зачастую не помогает этим пациентам. И таких случаев в России они единиц. Максим Александрович, хочется поговорить, да, что техническое оснащение областной клинической больницы позволяет спасать пациентов со 100% легких. И есть такое оборудование, которое не каждый регион себе позволит? К сожалению, да. Такое оборудование, наверное, штучный товар. И самое главное, не сколько оборудование, сколько специалисты. Потому что во многих регионах на пандемии эти оборудования были куплены, но опыт использования был крайне низкий. И у нас благодаря правительству было закуплено достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Там больше 120 штук и оборудование ЭКМА. И самое главное, мы сформировали подготовленную команду, которая позволяет лечить этих пациентов. И пока это оборудование, к сожалению, только в нашей клинике есть. Но я надеюсь, что в дальнейшем оно появится в других больницах, потому что это последний тренд медицины. И это такая неизбежность. Максим Александрович, а какая техника в принципе, да, и какие специалисты задействованы в лечении тяжелых больниц? Ну, смотрите, как выглядит тяжелый пациент в реанимации. Это пациент, который испытывает чувство нехватки воздуха. Чтобы ему как-то компенсировать, его подключают к началу неинвазивной вентиляции легких. Это аппаратики, там различные модели, которые там дают достаточную кислородную смесь пациенту. Если мы видим, что пациент становится гораздо тяжелее, ухудшается, есть определенные критерии, они четко прописаны. Так у нас у всех там чек-листы, так называемые, пациент переводится уже на инвазивную вентиляцию легких. И когда аппарат полностью дышит за пациентом, при этом в организм пациента вводятся постоянно специальные препараты. Это, в первую очередь, анальгетики и седативные препараты, потому что человек, ему некомфортно, он должен находиться в таком состоянии сна. Зачастую у пациентов отказывают функции почек, печени, и у нас есть необходимое оборудование, чтобы эти функции заместить. Ну и как самая последняя верхушка, как последняя такая ступень, это вот эта экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это аппарат, который кровь изобирается из организма, прогоняется через специальный резервуар, где она насыщается кровью и в дальнейшем возвращается в организм пациента. Но все это у нас вводят уже все врачи-анестезиологи-реаниматологи, но у нас там большое количество техников, среднего медицинского персонала. Самое главное в реанимации – это средний медицинский персонал. Это те люди, на плечи которых ложится уход за пациентом. Наталья Григорьевна, а что именно, да, вот какие функции выполняют средний медицинский персонал в реанимации, в красной зоне? Ну, те функции, во-первых, назначение все врачебные делают, уход, потому что от ухода зависит очень много. Можно сказать, 80% – это зависит от выздоравливания наших пациентов, от ухода. Это надо его и перестелить, и, не дай бог, чтобы пролежни были обрабатывать. Это банально покормить. Банально покормить. Потом медсестры реанимации, они очень хорошо владеют всей той техникой, которой работают наши доктора. Поэтому это команда, это нельзя сказать, что врач отдельно работает медсестра. Это командная работа, которую, во-первых, Максим Александрович очень хорошо занимается с медицинскими сестрами. Прежде чем мы туда пустили их в ковид, в реанимацию, проходили неотложную кардиологию. Все занятия и все манипуляции отрабатывали до того, потому что там уже учиться некогда, и на больных уже не будешь учиться. Были случаи, которые даже мы убирали медсестерки, которые просто не могли с этим справляться. Но сегодня я хочу сказать о наших молодых студентах, которые работали у нас в больнице, и с первого дня они ушли в ковид. Это студенты 5-6 курса. Это студенты наших колледжей, которые, вы знаете, за идею, они пошли туда, не понимая еще, конечно, но им просто было интересно. Они как волонтеры были? Нет, они были, они работали. Вот те 5-й курс, который прошел целый же год, ординаторы врачей, которые у нас подрабатывали, допустим, в больнице, братьями, медсестрами, они потом пошли, мы уже отсеяли, посмотрели, как они работали. Они стали стажерами, врачами работать. Причем Максим Александрович, вот не даст меня обмануть, они очень хорошо работают с первого дня. Вот мы этих ребят очень хорошо знаем. Приемное отделение, ребята, ну просто замечательно работали. Работа тяжелая, скорые ехали, очереди огромные были. Надо было быстро реагировать, понимать, какой пациент тяжелый, или можно его как-то подождать еще. Ну, то есть это вот такая работа была, и ребята очень хорошо справились. Они у нас все так, мы их приметили все, и я думаю, что они останутся у нас работать в дальнейшем. Поэтому молодежь у нас замечательная, вот, и я думаю, что они придут к нам работать и будут очень хорошими докторами. Причем, Наталья Григорьевна, посмотрите, мы привыкли все время хаять, да, вот это там, каждое поколение хуже, хуже, хуже. А здесь вот что-то, не знаю, что-то такое хорошее произошло, что мы увидели, что вот эти ребята, которые пришли в апреле месяце, причем там, помните, очередь эти, сказали, мы хотим идти, пяти-шестикурсники, которые они показали себя с превосходной стороны, и работали-то не за страх, а за совесть люди. И там ординаторы, вот эти ребята молодые, которые пришли в первую волну, сами добровольцами, это, я считаю, им надо, вот, они заслужили тех наград, которые им дали, и тех поощрений. Я надеюсь, у них все будет хорошо, потому что вот есть некоторые ребята, и прямо вот за каждого из них борюсь, чтобы они поступили к нам в целевую ординатуру. Это у них большое будущее. Максим Александрович, вы и прежде работали же с подобными, да, заболеваниями, с пневмонией и так далее. Сложно ли было перестроиться на работу уже конкретно, вот к именно этой инфекции подстроиться? Ну, это такой хороший вопрос. Я до этого возглавлял службу, не службу, а отделение гнойной реанимации в областной клинической больнице, и мы занимались, конечно, тяжелыми инфекционными пациентами, но это были в основном бактериальные инфекции, а не вирусные. Мы, причем, все время как-то так скептически к вирусам относились. И так, это вирусы, вирусы, где эти вирусы? Мы думали, что будет проблема, конечно, это тяжелые полирезистентные микроорганизмы. Конечно, 2020 год показал, как мы в этом заблуждались. Но тут, понимаете, 2020 год, с точки зрения медицины, это вообще год открытий. Мы очень сильно пересмотрели подходы и терапии, и вообще парадигмы, это в лечении этих пациентов. Потому что, если в первую волну мы понимали необходимость антибактериальной терапии, и вот эти данные экстраполировали на пациентов с новой коронавирусной инфекцией, то потом мы осознали, что бактериальных осложнений как-то таковых нет, нужны гормоны, иммуносупресанты. Мне раньше сказали, что я буду пневмонии лечить иммунобиологической терапией, я думал, никогда в жизни поверю. Сейчас мы это рутинно делаем, что там пациентов в пронпозиции надо постоянно лежать, что у нас пациенты на ИВЛ в пронпозиции до пяти суток находятся. Я тоже раньше в это поверить никогда не мог. Нет, делаем. Поэтому, знаете, тут медицина на общуюся показала в 2020 году, что раньше если мы были какие-то ограниченные, а сейчас это должен быть очень пластичным, и данные постоянно меняются. Каждый день домой приходишь, считаешь, новые исследования какие-то выходят, причем такой нетворкинг-то идет по всему миру, и каждый день какие-то новые открытия, какие-то такие маленькие мульки выскакивают. Но это вот постоянно надо изучать. В этом году граждан, переболевших коронавирусом, призывают стать донорами плазмы крови с антитилами. Как в дальнейшем путь этих компонентов? Что это за метод? Да, это методика. Она, с одной стороны, новая, с другой стороны, все новое. У нас это хорошо забытое старое. Это уже, в принципе, это, условно говоря, происходит пассивная иммунизация пациента, который болеет антителами, человек, который уже переболел. Метод у нас был внедрен относительно недавно. Понятно, что это не панасея, но есть определенная группа пациентов, которым этот метод очень хорошо помогает. Мы видим, помните, особенно длительно лежащих, кто больше 21 дня лежит в реанимации. И первый случай, когда мы испытывали, это было даже... Попробу не испытывали, а попробовали, это применили на нашем коллеге, который длительно находился, и у нас только появилась как раз одногруппная кровь, плазма. Мы ему предложили, он согласился, и он сейчас дома находится. Если он меня слышит, то же ему привет передаю. Эта методика, так как она помогает небольшой процент пациенту, но надо понимать, что в рамках пандемии, вот этих тысяч поступивших, это можно спасти сотни человек. Поэтому я также призываю всех мужчин, это в основном мужчины, которые находились на лечении лучше, кто должен быть донором. Это мужчина, который старше 35 лет, желательно, у которого был по КТ диагностирована пневмония, может даже, который был госпитализирован. Пожалуйста, сдайте свою кровь на станции переливания. Это абсолютно бесплатно, и этим вы можете спасти двоих-троих людей. А с какими обычно сопутствующими заболеваниями пациенты, которые заражены ковид, оказываются в реанимации? И возможно ли, в принципе, предсказать, как будет протекать заболевание у человека? Ну, это такой, может, даст ракуационный вопрос, как протекать. Есть факторы прогностические, есть факторы прогностические благоприятного исхода, есть неблагоприятного. Они все рассчитаны, есть модели больших данных, различные аналитические модели, они построены уже. Мы понимаем, что самая проблемная категория пациентов – это пациенты старше 65 лет, которые имеют сопутствующие патологии, в первую очередь, сердечно-сосудистые и ожирение. Вот эта группа пациентов, которые имеют в наибольшей факторе риска каких-то тяжелого течения и, может быть, даже неблагоприятного исхода. Поэтому еще раз, вот эта группа людей, которые с факторами риска, они, конечно, должны обязаны вакцинироваться, на мой взгляд. Наталья Григорьевна, а как Вы считаете, вакцинация, она остановит, да, вот? Знаете, я даже вот обращусь сейчас к жителям нашей Тверской области, чтобы, конечно, они пришли к нам и сделали вакцинацию, поставили вакцинацию. Потому что, если мы это не сделаем, то мы долго, еще долго, и наши коллеги-медики будут работать без отпусков. Мы ведь уже год отработали без отпуска, и мы не имеем права сейчас никого отпустить, потому что мы, вот вы знаете, что творится в Европе, мы боимся, что к нам это придет, третья волна, поэтому в отпуск никто не ходит. Вот, и поэтому, дорогие жители, приходите, прививайтесь. Мы все, медики, тоже прививаемся и хорошо переносим. И даже если небольшая будет температура или какое-то недомогание, все это можно пережить. Потому что то, что творится потом, вот в реанимации нашей, что в наших линейных отделениях, это намного сложнее, и намного сложнее вас потом вылечить. Поэтому прошу вас, поберегите своих близких, приходите. У нас вакцины достаточно, она бесплатная. Воспользуйтесь этим и привейтесь. Спасибо. Причем очень интересно. Мы же общаемся с коллегами из Италии, Польши, Венгрии, Румынии. И во всем мире это очень большое количество ограничений по вакцинации, по вакцине. Вот у меня там приятель, мы вместе учились в Италии, он, сам врач, он вакцинировался две недели назад только, потому что подошла очередь, потому что количество код вакцины фазерской очень ограничено. Это про Европу. То есть вакцинация, она все-таки даст массовый иммунитет? Конечно. Даже не обсуждается. Понимаете, как вначале, когда вакцина пришла, она была достаточно быстро разделана, но там своя история, там нет никаких махинаций, как многие считают. Начали говорить о том, что недостаточно клинических исследований. Причем многие начали говорить, люди, которые даже не представляют, что это такое клиническое исследование и прочее. У нас появилось огромнейшее количество каких-то диванных экспертов, которые ни разу не видели ни пациента с COVID-19, ни как он течет, ни что-то. И которые не выходили из квартиры, и которые начали комментировать, что вакцинация – это плохо. Сейчас есть огромнейшее количество данных о безопасности вакцины, о ее преимуществе, о том, что она дает хороший иммунный ответ. Почему люди слушают вот этих диванных экспертов, мне это непонятно. А сейчас мы видим, да, что количество случаев заболеваний, оно уменьшилось. Как Вы считаете, это есть уже работа вакцины? Да, конечно, конечно. Вакцинация началась у нас, когда мы в октябре начали прививаться. И здесь все больше и больше. Конечно, прослойка иммунизированных людей у нас все больше и больше создается. А у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лидия. Вот у меня такой вопросик. Скажите, пожалуйста, вот если я принесла COVID, я делала КТ, мне сказали, что через полтора месяца надо будет повторить, повторить КТ. И вот, и все, надо ли мне его делать, и как это, и где это повторять, и нужно ли это. И про вакцину, вот Вы сейчас говорите про вакцинацию тоже, как нужно ли мне вакцинироваться, нет, или через какое время. Я болела, например, начала в конце декабря, ну, где-то вот в январе. Спасибо большое за звоночек. Ну, давайте я, наверное, как клиницист, прокомментирую. Лидия, огромное спасибо Вам за вопрос. Но очень сложно лечить пациента дистанционно, его не видя. Если врачи Вам рекомендовали сделать компьютерную томографию, то ее, конечно, надо сделать. Если Вы не знаете, где сделать, я думаю, можно сделать ее будет в областной клинической больнице. Пожалуйста, паспорт, полюс, приходите, мы Вам бесплатно все это сделаем. По поводу вакцинации. Если Вы переболели, то месяца через три, только трех-четырех месяцев уже можно идти вакцинироваться. А кому, как Вы считаете, нужно вообще в первую очередь бежать вакцинироваться? Да, людям с какими заболеваниями? Это в возрасте? Тут, наверное, даже не заболевания, а социальная группа – это учителей. Врачи, учителя. Врачи, учителя. И, конечно, пациенты, которые имеют диагнозы. Это сахарный диабет, сердечица осудистая, тоже надо прививаться. Но обязательно, конечно, разрешение своего лечащего врача. Потому что часто поступают вопросы к нам, звонки. У меня сахарный диабет, а нужно ли мне вакцинироваться? Я бы хотел обратиться к нашим учителям. Пожалуйста, в сентябре 2020-го он показал, насколько Вы не защищены и находитесь в зоне риска. Пожалуйста, приходите и вакцинируйтесь. А кому противопоказано сегодняшний день? Какое противопоказание к прививке есть? Если не ошибаюсь, беременность. Беременность, конечно. Да, и также, если пациент переносит острое респираторное заболевание... Аллергия. Да, аллергия. Но это все индивидуально, все это надо... Посмотрите, перед каждой вакцинацией же пациента осматривают врач. Поэтому тут все это врач примет решение. Давать мне дотвод, не давать. Максим Александрович, каждый день в реанимации возвращают пациентов к жизни. Но зачастую труд реаниматологов, труд среднего медицинского персонала, младшего персонала, он остается незамеченным. Пациенты, я не знаю, насколько это правда, не помнят об этом времени. Что вообще чувствуют пациенты, которые сами начинают дышать? Ну, вы знаете, вот этот вопрос, это очень сложно ответить. Я находился в реанимации один раз как пациент. Но воспоминания, конечно, они такие своеобразные. Но как вот начинаешь дышать, я не могу это сказать, потому что на себе, к счастью, не испытывал этот момент. По наблюдению. По наблюдению. Ну, тут люди, конечно, многие вещи не помнят. Потому что психика защищает человека от негативных воспоминаний. И самое главное, мы еще препараты специальные вводим, чтобы человека погрузить в наркоз. И эти препараты зачастую вызывают ретроградную амнезию. То есть у человека промежуток времени он просто пропадает. У нас поэтому обязательно в каждой палате часы висят, чтобы человек представлял, какое время. А когда люди просыпаются, приходят в себя, еще говоришь, какой день сегодня. Люди удивляются, что месяц прошли в бессознательном состоянии. Это было, конечно, для многих такое откровение. Как месяц, как уже весна, уже там птицы поют. Да, такое-такое есть. А в основном люди не помнят. А, дурак реаниматологов-то, зачастую-то незаметен. Уже там за закрытыми дверьми. А тут еще все в одинаковых белых костюмах, в синих очках. И написано, врач, реаниматолог, и все. А у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Да, слушаю вас. Мне 81 год. Я сердечница давно уже. И у меня кардиостимулятор. И немножко проблема с почками. Большой критянин, все-таки 4. Вот как мне быть? Затесываю, позвоните или нет. Подскажите, пожалуйста, спасибо. Я вот, к сожалению, я услышал, что... Криотинин повышен, это с почками. Криотинин повышен не является противопоказанием. Поэтому я бы рекомендовал вакцинироваться. У меня родственники вакцинировались. Отец мой вакцинировался. Ему 69 лет. С охранным диабетом. Как бы, ну, вообще перенес прекрасный. Тест вакцинировался тоже, что даже не заметили. Недавно мы вакцинировали ветеранов, которым 95, 96 лет, 97. Они прекрасно перенесли эту прививку. Они такие активные. Они готовятся к Дню Победы. Поэтому они все провакцинировались. И ни у кого не было осложнений. К счастью. А стала ли пандемия для пирской медицины в целом, для здравоохранения, толчком в активном развитии? Конечно, конечно, конечно. Конечно, мы пересмотрели многие подходы. Конечно, мы поняли, что если ты не развиваешься, ты не можешь выжить просто-напросто. Конечно, пришли молодые ребята, которые горят. И такое большое количество кадров, не перестановки, а даже пополнение пришло. Такой переток молодой крови. Ребята горят, как ребята хотят, изучают. Тем более, многие читают и на английском языке. Это очень интересно. И мы поняли, что надо учиться, развиваться. Это, конечно, такой прям хороший толчок. И очень хорошо произошла такая, знаете, консолидация медицинских кадров. Когда ты вечером едешь и созваниваешься с коллегами, как и по больницам, все отзваниваются, спрашиваешь, что да как, в Москву, в Питер. Там позвонишь, спросишь, что же, как дела, все же дружат. И вот такая прям большая консолидация, сплочение произошло, чего раньше не было. А тверские врачи часто ли делятся опытом с коллегами из других регионов? Да. Мы выступаем на многих конференциях и международных конференциях, доклады пишем. Так наш опыт вообще, ну, как вот, даже там по себе не похвалишь, никто не похвалит. Наш опыт, он ценится. И напоследок, несмотря на то, что сейчас массовая вакцинация, да, все равно какой-то процент граждан вакцинировался, кто-то приобрел антитела, что называется, естественным путем, да, переболев. Нужно ли продолжать соблюдать меры защиты и почему? Ну, масочный режим никто не отменял. И человек, который переболел в легкой форме, через какое-то время он может стать опять источником, носителем, причем может быть бессимптомным носителем НКИКО-19. И самое страшное, что человек с бессимптомным течением, которых было очень много, они могут заразить пациентов группы риск, которые уже заболеют тяжело. Поэтому масочный режим ни в коем случае не надо прекращать. Это уже такое обязательное хождение. Без маски, на самом деле, вот мы здесь сидим, чувствуешь какую-то незащищенность. При определенной маске ты косишься. Так надо продолжать носить маски. И, пожалуйста, носите маски правильно, не на бороде. Ношение маски на бороде ничего не дает, кроме как загрязнение бороды. Итак, наша программа подходит к концу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были те, кто с первых дней на борьбе с коронавирусной инфекцией. Это Максим Александрович Петрушин, руководитель службы анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области. И Наталья Григорьевна Павлюк, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом областной клинической больницы, главный внештатный специалист Минздрава Тверской области по управлению сестринской деятельностью. А меня зовут Валерия Королева. Я с вами прощаюсь. Не переключайтесь. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин